Во всем мире накануне отметили Международный день музеев. Ирбит в стороне не остался. 18 мая в нашем городе начался традиционный, уже 17-й фестиваль «Белые ночи Ирбита», который проводит Государственный музей изобразительных искусств. Особенность фестиваля этого года, все его мероприятия посвящены юбилею, 50-летию создания музея. У нас переполняют чувства, различные эмоции, от радости до истерики, потому что фестиваль в этом году юбилейный. Он наполнен массой интереснейших выставочных проектов. У нас на всех площадках идет подготовка. Мы немного устали, но мы мужественно держимся. И вот сегодня, наконец, мы открыли этот фестиваль, Международный день музеев, и программу мероприятий юбилейного года. День открытия, как правило, один из самых ярких в программе фестиваля. Именно поэтому его организаторы стараются максимально наполнить самыми разными событиями. Так что в этом году гостям было представлено сразу три экспозиции. Каждая по-своему уникальна. Так Елене Басковой, автору уникальных кукол, создаваемых в различных техниках из ткани и пластики. Музей предложил организовать персональную выставку. Работы Елены сегодня разъезжаются в самые разные уголки страны, но в одной экспозиции сразу в таком количестве. Собраны впервые. Честно сказать, я не могла даже мечтать об этом. Просто так вот сложились обстоятельства. Меня предложили. Я... Было страшно, конечно, но я согласилась. С удовольствием согласилась поучаствовать в этом проекте. В новом. И для музея, и для меня. Еще одна персональная выставка на старте фестиваля – экспозиция работ художника Ирбитского драмтеатра Виктора Моора. Уникальные работы, представляющие макеты сценографии, эскизы костюмов, как для хорошо знакомых ирбичанам спектаклей, так и для постановок в других театрах. В этом зале собрано более ста работ. Готовил к выставке, которой Виктор Александрович больше восьми месяцев. Ну, во-первых, работы, которые более достойные для выставки – это первое. Не все работы, конечно, сохранились, но те, которые сохранились и в каком-то недостойном, так сказать, виде, я их восстанавливал. Некоторые заново делал. Вот, например, спектакль «Зверь». Он был давно. Эскиз – да, в нашем театре. Но эскизы я сделал буквально месяц назад. Потому что тоже был рабочий вариант. Некогда было заниматься макетами, нормальными эскизами. Были черновики, были подготовленные материалы, которые еще в папочке тоже есть, в загашнике, как говорится. Ну, вот, это тоже подготовлено специально для выставки. Еще одна экспозиция, также открытая в этот день – запах кошаных трав, представила вниманию посетителей гравюры, посвященные русской деревне. Все из собраний самого музея, но до этого вместе эти работы не выставлялись. Она уже давно вынашивалась. А не один год мы к ней шли, и в этом году мы все-таки решили этот проект реализовать, потому что давно уже эта выставка напрашивалась, и сегодня с большим удовольствием мы ее открыли. Ну, а вечером, по сложившейся уже традиции для любителей классической музыки, в залах музея вновь играл Матвей Шумков. Отметим, что на этом мероприятия фестиваля и празднование юбилея музеем не закончились. Впереди целый месяц наполненный культурными событиями, выставками, встречами с интересными людьми и концертами. Ну, а ближайшая из них – Ночь музеев, в рамках которой Музей изобразительных искусств вновь готовится удивлять своих гостей. В этом году мы привезли, уже привезли, готовим к открытию выставку «Оренбургский пуховый платок». Это, как нельзя лучше воплощает девиз этого года – культурное наследие народов России. С этой выставкой к нам приехала коллекция авторских костюмов. Это дом пуховой моды, она советует тоже из Оренбурга, где она в традиционных техниках вот эти костюмы вяжет, украшения к ним делает. Там же мы сможем увидеть знаменитый уже теперь «Оренбургский пуховый платок», который с Сергеем Каноненко слетал в космос и был на Международной космической станции. И также в нашей программе будут два очень интересных концертных мероприятия. Это, предваряя выставку «Оренбургского пухового платка», выступление творческого коллектива «Гармоника». И в новом нашем музейном творческом центре мы проведем концерт под открытым небом, знаменитые уже теперь вербите группы, рок-группы, третья ковка.